Еще на этапе проектирования школы строительства мы уже понимали, что мы не сможем вместить всех желающих. И заранее перепланировали некоторые помещения под учебный кабинет, например, продленку. Понимали, что продленка у нас сразу не будет. То есть мы сразу все кабинеты продленки, спальни, игровые, все сразу отдали под учебный кабинет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Призером истории, английского языка, олимпиад. Ну, как-то вот за пацанами пошел с класса. На физику никогда я не любил, в чем я убедился. А потом пошел на исторический факультет нашего педагогического университета. Даже учащись там, я не думаю, что пойду в педагогику, потому что там по ночам работал в торговле, полугрузчиком, так скажем. Вот. А потом такое озарение пришло, когда летнюю практику проходил, педагогическую, в замечательном лагере «Электрон» нашей власти. Я прям пришел, как раз своей будущей супругой, и понял, что дети, это мое, мне прям нравилось, что я получаю от них такую искреннюю обратную связь. Мне всегда вот тоже нравится в детях эта искренность. Они в своих эмоциях, в своих чувствах, они настоящие. И вот эти улыбки и энергии, там 10 сезонов отработал, и вот когда этот кризис какого-то там, 8-9 года наступил, я понял, что в торговле это не про человек-человек, это человек-волк и так далее. А поэтому я решил, что пойду лучше к детям. Три года я там отработал, прошел огонь, воду и медные трубы, набрался политического опыта, победил еще уже на федеральном, в федеральном конкурсе педагогический дебют в качестве молодого управленца в Москве. Все красиво, с этой федерацией награждали. Вот, прошел в полуфинал лидеров России, у нас в Сибирске чуть не вошли, чуть-чуть не хватило, то есть вот своими тоже достижениями. И сам ходатайствовал о назначении на новую школу. И вот, соответственно, в 19-м году они предложили еще строящуюся здесь, вот в 216-ю школу, которую я, в принципе, ну практически только тепловой контур замкнули, я уже ее возглавил, так скажем. И полностью занимался с нуля комплектованием штата, комплектованием целого оборудования, впрочем. И как-то у нас таких вот прям банд, каких-то таких хулиганов, которые бы пакостили, везде-всюду их нет. Парадоксальный, казалось бы, такой, ну все-таки сложный массив, да, но я могу сказать, у меня там на халатке были клиенты гораздо поинтереснее, чем здесь. И как-то у нас с местными жителями сложились очень хорошие отношения. Мы прямо вот до еще до основания школы, получилось так, что начали с ними взаимодействовать. Например, вместе отмывали школу перед первым сентября. То есть только какие-то шкринули через социальные сети, там вывели, прошло 300 человек с федорами и отмывали всю школу вместе с нами. Потом как-то вот отцы там только свистнешь, они приходят, помогают там что-то чинить. Есть какие-то глобальные, соответственно, есть поломки. Я могу сказать, что мы с честью вышли из данного положения. У нас там свой канал на ютюбе, второй создавали. То есть часть уроков мы проводили в онлайне. Учителя математики русского, они вышли из зоны комфорта и прямо в онлайне ввели уроки. С доской, со всем. Дети могли задать вопросы. Потом это сохранялась запись. Мы смотрели количество подключений. Все это выстраивалось. Как-то все это формировалось. И когда уже наступили там новые ограничения, мы уже были готовы на самом деле. То есть у нас уже были люди, которые отвечают в техническую составляющую. Учителя ни один не сказал, нет, все, нормальное собрание проводили в дистанции. Мы, кстати, как эту практику дистанционных собраний завели, так мы ее оставляем. То есть у нас педагогические советы еженедельные. В понедельник они проходят в дистанционном формате. То есть заучи приходят в школу 130 учителей и собрать их всех вместе. В понедельник это значит рвать учебный процесс, уроки и прочее. Поэтому мы просто спокойно 4 часа в среде администрации записываем, так скажем, эту планерочку. Что необходимо сделать. Вчера приходит, да мы спокойно уже записали, посмотрели, пересмотрели. То же самое с родителями в дистанционном собрании, я уже забыл, когда очный проводил. Тоже ссылочку кидаем. Родителям не надо идти после работы сюда 2 часа сидеть, кого-то слушать, отдыхать. Они не приходят домой спокойно. Могут интересующие вопросы заранее задать через группу ВКонтакте, через актив. Задали, я спокойно на эфире на них на все ответил. Максимум собраний, максимум 40 минут. Когда такие черные вредные были, мы даже один раз задонатили 15 тысяч на маске. КН-95, потом просто кошелек заблокировали, мы видеооператоры подумали, что он нарко-какой-то курьер, потому что эти мелкие суммы падали-падали, мы бакс заблокировали. Не каждый учитель может стать директором, не каждый заводчик может стать директором, не каждый директором. Хотя директор должен понимать, что такое учительство. Он должен, на мой взгляд, через это пройти все равно. Невозможно так управлять, не понимая, что там творится внизу. Поэтому я вот три года сейчас пока выстраивал все эти механизмы, схемы, в целом этот самый такой орг-период любого коллектива, вот он прошел. И сейчас вот у меня учебники лежат. Один девятый класс, самый сложный класс я себе беру. История общества знания. Они меня там многих учителей уже погрызли, конечно, поэтому я сейчас сам к ним пойду и буду. Ну, для меня это наслаждение, на самом деле. Для меня это будет выплеск определенный, немножко так, просто я понимаю, что начинаю немножко уже подгорать, что называется. Дочь бы я еще определил себе в школу. Она у меня как-то более спокойная. Вот сын прекрасно понимает, кто у него отец. Он такой очень хороший в этом отношении манипулятор. Он очень хорошо социализирован. Он у меня спокойно катается с первого класса через весь город на общественном транспорте. Вот, поэтому он будет понимать, он, так скажем, социально одарен. Он будет понимать, где надавить на учителя. Поэтому я ни одному из учителей не пожелаю воспитывать директорского ребенка. Перед учителем старствует дилемма, а что поставить, да? Если вот, ну, а теперь они уже в одно учреждение пошли, и вот тоже моя такая участь папы-директора, я нигде от своих детей на 1 сентября ни разу не видел. Ну, ведь жена пошла провожать, а это как бы фотографии на самом деле. Редактор субтитров А.Семкин